На Таймыре сегодня объявлен день траура по погибшим во время пожара в мэрии Дудинки. Напомню, накануне недовольный посетитель поджег здание администрации и погибли три человека. Следователи уже возбудили уголовное дело. Главный подозреваемый – 63-летний местный житель. В следственном комитете рассказали, пенсионер проживал с дочерью, несколько раз он обращался к чиновникам с просьбой предоставить живьё. Ему предлагали несколько вариантов, но ни один его не устроил. И накануне мужчина пришёл в администрацию, разлил в фойе принесённый с собой бензин, и поджог здания. Теперь жителю Дудинки может грозить до 20 лет лишения свободы. Ему инкриминируют убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом. Известно, что мужчина ранее, так сказать, проявлял себя как скандальный, агрессивный тип, приходил в другие учреждения, устраивал скандалы, писал многочисленные жалобы. В настоящее время он задержан, с ним работает следователь. В ходе допроса мужчина признаёт свою вину в части поджога, но говорит о том, что не планировал убить людей. Хотел таким образом ускорить решение своего вопроса. Охрана пропустила его, а потом сразу охранник, конечно, уже оказывал необходимую помощь. Но, к сожалению, мужчина не, так сказать, показался ему подозрительным. Пожар в администрации Дудинки произошёл накануне около двух часов дня. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Из здания эвакуировались 40 человек. Три человека погибли. Это двое мужчин 44 и 64 лет и одна женщина, возраст которой пока установить не удалось. Все они были работниками администрации. Восемь человек обратились за медицинской помощью. У них ожоги и отравление дымом. За нами зашёл мужик, так старый такой. На лахте спрашивает, вы куда? Он говорит, это, приёмной записаться? Куда записаться? Прошёл с пакетом. Я прямо возле него там стояла, возле этого, на первом этаже. Дошёл и начал разбрасывать пакет, выкинул. И с него, с пакета, это канистра. Начал быстро поливать. Я этому актёру говорю, что он там делает? Обливает первый этаж. Он как быстро побежал, быстро, как огонь, он быстро поджёг. Моментально тут же вспугнул и этот дым.